В Казахстане продолжается общенациональная акция президента по поддержке участников Великой Отечественной войны. В преддверии Нового года каждый из 5 115 ветеранов, проживающих в нашей республике, получит именное поздравление и подарочный набор от имени Нурсултана Назарбаева. Ветеран Великой Отечественной из Петропавловска Бронислава Головань тронута вниманием главы государства. Она уже получила подарки от президента и собрала по этому поводу всю свою семью. Вместе они вспоминали былое, пели песни и строили планы на Новый год. Материал моей коллеги Нургуля Ахметовой. Это же надо корзину прислал, такую корзину. Но я этот подарок, я его до Нового года не трону. Мы его раскроем вместе со своей семьей и друзьями. Бронислава Головань, как и другие ветераны войны, получила новогодний подарок от президента. Открытка с подписью Нурсултана Назарбаева стоит на самом видном месте. Ведь это не просто внимание со стороны государства, а доказательство того, что никто не забыт, говорит Бронислава Антоновна. Всегда вовремя пенсию дают, всегда идут на какие-то встречи. Посмотрите, то награждение какое-то, ночь еще додумался корзину представить. Это жена, да? Это ж такого никогда не было. Вот в какую мы жизнь-то живем. Плохо? Очень хорошо живем. Это вот сейчас молодежь обижается на жизнь. Но если бы они видели ту жизнь, в которой мы жили, они бы слово даже чеснялись произнести. Бронислава Антоновна немало повидала на своем веку. Будучи совсем девчонкой, она вступила в ряды советской армии. Служила связистом на Втором Украинском фронте. Военных снимков у нее немного. Не до фотографий, говорит, было. Одно заботила, лишь бы под вражеские пули не попасть. Но был в их женском батальоне свой ансамбль. Подбадривали песнями солдат. Путь дорожка, фронтовая, а не страшна нам, бомбежка любая. Но помирать нам рановато. У меня есть еще хорошая семья. В молодости Бронислава Антоновна играла на гитаре. Поющая и жизнерадостная связистка покорила сердце своего командира. И он приехал за ней в Сибирь сразу же после войны. Вместе они вырастили троих детей. А потом появились внуки, правнуки. И когда семья собирается за одним столом, то это всегда веселье и приятные воспоминания. В нашем доме живет всегда музыка. У нас всегда за столом весело. Соседи всегда довольны. Говорят, когда у вас будет праздник, мы веселимся. Мы не грустим. То есть поем весело, дружно, счастливо. И благодаря тому, что мама с нами, это очень здорово. Бронислава Антоновна, несмотря на почтенный возраст, сумела сохранить силу духа и чувство юмора. Это женщина, закаленная войной. И она мечтает, чтобы ее внуки и правнуки не знали, что такое голод, холод и раскаленное от выстрелов небо. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, Петропавловск.